Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Недавно я делал скринкасту Facebook Business Manager и говорил, что это настоящий рекламный комбайн. А сегодня о другом комбайне, о кода I.O. Но в отличие от бизнес-менеджера, где слово комбайн я употребил, чтобы показать, что там очень много всего и все это сложно, здесь комбайн означает, что здесь просто много всего. Он предлагает авторизоваться через гугл аккаунт и лучше сделать так, потому что он будет взаимодействовать тогда с гугл диском в том числе. Не знаю в чем разница между уже есть идея или зайду просто посмотреть, но пока зайдем просто посмотреть. Нас встречает окно приветствия, оно же первый документ в коде. И разработчики нам говорят, что тут вы можете создавать собственные документы, в которых может быть очень много всего. Например, таблицы, причем не просто таблицы, всякие сложные таблицы. Причем все это еще и адаптировано под мобильное устройство. Приложение кода я не нашел, но в браузере все работает отлично. Далее нам сообщают, что вы можете настроиться под все свои видения и идеи, создавать интерактив со всякими кнопочками, фишечками и пакетиками. И дальше следует вопрос, а что теперь мне делать? Ну как что? Создавать свой собственный документ. Кода говорит, что ей уже не терпится увидеть это. Не будем испытывать терпение коды. Панель управления документами находится здесь. Здесь можно создавать документы, удалять документы, копировать, расшаривать и так далее. Можно создать новый документ или экспортировать из Trello, Excel или вообще CSV. Что такое CSV я рассказывал в предыдущем скринкасте, ссылка в описании. Но мы создадим новый документ. Вообще документ это не совсем правильное название. Это скорее проект, над которым вы работаете. Потому что в документе могут быть другие документы, здесь они называются секциями. Или папки, в которые вы можете раскладывать документы секции. С документами также можно производить различные манипуляции. Итак, вот мы создали документы. Давайте все-таки договоримся, что секции мы называем документами, а документы проектами. Вот мы вносим в наш документ крайне важную информацию о том, что именно обязуется выдать доблестной доярке в предстоящем 2078 году. И конечно, следуя правилу, что чем больше графиков, тем солидней выглядит работа, мы вставляем графику доев. Вот этот плюсик открывает нам все возможные варианты отображения информации, среди которых есть графики всех возможных форм и цветов. Выберем наиболее распространенные. Вот такие ровные столбцы, которые мы заполним в соответствии со статистикой за минувший 2077 год и планируем ми значениями на 2078. Когда в дело вступают графики, я автоматически перехожу на язык канцеляризмов. А дальше для пущей солидности нужно завести доску канбан, то есть карточки. Поставить какую-нибудь задачу в очередь и следить за ее прохождением по цепочке. От note started, то есть не начато, до done, то есть сделано. Ну и все. Теперь осталось покрасивее оформить документы, дальше уже можно ничего не делать. Все настолько красиво оформлено, что и работать-то не обязательно. Собственно, я думаю, что теперь все понятно. Что такое кода? Кода это платформа, которая может визуализировать любой процесс в любой организации. Карточки, кнопки, календарь, контакты. В общем, все, что может пригодиться. Как я часто повторяю, никаких больше разноцветных стикеров на мониторе и флипчартов с разноцветными же фломастерами. Все должно быть по науке, то есть в ногу со временем. А готовый документ вы, соответственно, можете расшарить, выбрав права доступа. Тут есть просмотр, оставление комментариев и редактирование. Либо с помощью ссылки. Сейчас у нас все, у кого есть ссылка, могут просматривать документ. Либо выбрав по имени или имейлу кого-то персонально, также определив ему соответствующие права. Для редактирования этому человеку нужно будет авторизоваться в системе, для просмотра не обязательно. Дальше есть два пути, ну, для меня. Оставить вас наедине с этой замечательной платформой, поскольку, несмотря на то, что тут просто горы всего, в принципе, разобраться с этим можно и самостоятельно. Либо сделать еще пару скринкастов по коде, а она того стоит. Так что голосуйте лайками или комментариями. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга.